Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о сводных диаграммах. Сводные диаграммы – это специальный вид диаграмм, который получается только из сводных таблиц. Для того, чтобы решить первую задачу, нам необходимо выделить данные или встать на одну из ячеек данных, зайти во вкладку «Ставка», далее выбрать «Сводная таблица», далее, соответственно, сразу «Сводная диаграмма», в любом случае будет построена «Сводная таблица». Выбираем «Сводная диаграмма» и на существующий лист, заходим в «Лист задачи 1» и ставим ячейку, с которой у нас будет построена сводная таблица. Окей. Как мы видим, у нас получилось два объекта. Первый объект – это у нас сводная таблица, соответственно, второй объект – это у нас сводная диаграмма, то есть они совместно были созданы. Если мы прочитаем задание, нам необходимо сделать сравнение статей расходов. Давайте немного поговорим о данных. Здесь у нас есть дата, да, соответственно, расход, статья расхода, то есть зарплата, накладные расходы, да, и так далее. Сумма расхода и, соответственно, получатель – это физическое лицо или юридическое. Так, возвращаясь к первой задаче, нам необходимо сравнить. Мы знаем, что сравнение – это у нас используется, значит, гистограмма. Для этого мы переносим поле «Расход» в строки. Да, здесь обычная сводная таблица. И, соответственно, сумму значения перетягиваем. У нас получается гистограмма по умолчанию строится, да, которая показывает показатели по статьям расхода. У нас всего три статьи, да, получается, это зарплата, материалы и накладные расходы. Соответственно, здесь также можно убрать расход, да, и тогда уже отчет будет строиться по двум показателям. Это очень удобно, да, нет необходимости заходить в поля сводной таблицы, а сделать это прямо на графике. Окей. Также можно скрыть данный элемент из графика, чтобы не было лишних вопросов у человека, который его просматривает. То есть, можно выбрать и, соответственно, скрыть кнопки для значений на поле диаграммы. И также можно скрыть фильтр. Обратите внимание, что когда мы выделяем сводную диаграмму, у нас сверху отображаются поля «Анализировать», «Конструктор» и «Формат». Соответственно, это все у нас относится к сводной диаграмме. То есть, если мы нажмем «Список полей», да, у нас отобразятся поля для сводной диаграммы. И также можем переместить и обновить данные для сводной диаграммы, сводной таблицы, соответственно. То есть, это у нас единое целое, и оно неразрывное. Окей. Для удобства и наглядности диаграммы можно отформатировать, применив шрифт «Сентриготик». Шрифт «Сентриготик» используется по умолчанию, да, во всех приложениях, которые у нас находятся на Windows. Вот. Также цифры можно использовать сторонним шрифтом, это «FB-агенция». Окей. То есть, и увеличить. Они будут более наглядными. Вот. И в дальнейшем также отформатировать нашу диаграмму по критериям, которым нам необходимо. Убрать легенду и сделать ее в данном виде. Отлично. Теперь поставьте видео на паузу и напишите в комментариях, как сделать диаграмму в Excel, сводные таблицы и, соответственно, сводные таблицы. Можно написать сводные диаграммы. Идем далее. Идем далее. Следующая задача. Нам необходимо найти процентное соотношение по статьям расходов зарплаты между физическими лицами. Для этого мы заходим в сводную таблицу, выбираем на существующий лист. Далее выбираем задачу 2. Нажимаем ячейку B7. И нам необходимо сделать следующее. Нам нужно выбрать, получается, расход в поле фильтры. Далее выбрать получатель в поле строки. И, соответственно, выбрать сумму в поле значения. Если мы выберем в расходе зарплата, да, у нас останутся только физические лица. После чего нам нужно выделить таблицу. И, соответственно, из нее построить круговую диаграмму. Круговая или сегментная диаграмма у нас отвечает за соотношение процентов от общей суммы. То есть у нас есть общий итог. Да, и от него будет посчитано, соответственно. Выделяем значение. Заходим в ставку. Далее выбираем круговая. И выбираем круговую диаграмму. На ней также можно выполнить фильтр. Если нам необходимо, да, кого-то убрать или добавить. Также можно отформатировать. Через вкладку конструктор добавить для удобства процентные соотношения. Окей. И заключительной задачей на сегодня у нас будет разбор задания номер 3. Это сравнить изменения зарплаты Пескова и Голубева. Вообще, в принципе, да, для сравнения изменений по датам мы всегда используем график. График, план факта обычно его называют. В данном случае у нас не план факта, а план сравнения. Нам нужно изменение зарплаты Пескова сравнить с Голубевым. То есть мы сравниваем Пескова и Голубева. Для этого мы заходим в Ставка. Выбираем, соответственно, сводную диаграмму. Далее выбираем на существующий лист. Задача 3. И, соответственно, сюда ее вставляем. Окей. После чего нам необходимо разобраться в получателе. Да, у нас будет эта ось координат. То есть получатель мы ставим сюда. Дату ставим в строке. И у нас получается такая таблица. Окей. После чего мы делаем фильтр. Да, обратите внимание, что фильтр сводной таблицы у нас находится в ячейке C6. И выбираем Пескова и Голубева. Песков и, соответственно, Голубев. Окей. После чего нам необходимо отключить общие итоги для сводной таблицы. Мы заходим в Конструктор. Далее выбираем общие итоги. Отключить для строк столбцов. Отключили. Также, как вы видите, у нас сгруппировались даты помесячно. Да, в старых версиях они бы просто по датам перешли. Для этого мы правой клавишей нажимаем на таблицу, выбираем Группировать. И здесь мы отключаем дни. Оставляем только месяц. Окей. Получили. Следующее действие, которое мы делаем, мы изменяем тип графика. Для этого заходим в Конструктор и выбираем Изменить тип диаграммы. Выбираем график. И здесь, соответственно, выбираем график с пересечениями или буллетами. В данном случае с пересечениями будет более чем достаточно. Теперь. Нам не нужны данные поля на сводной таблице. Мы их скрываем. Скрываем, скрываем и скрываем. После чего нам необходимо сделать Песково основным, а Голубево второстепенным. Для этого мы заходим в формат и выбираем контур фигуры, выбираем штрихи и, соответственно, пунктир. Также можно сделать ее более тонкой, а Песково более толстым. И убрать цвет, допустим, такого формата. И, соответственно, также можно добавить для эффективности стрелку. То есть мы видим, что Голубев у нас в какие-то месяцы получал больше, в какие-то меньше. Соответственно, Песково, что на самом деле особо видно на данной диаграмме. Итак, подводя итог всему вышесказанному, мы имеем, что у нас есть мощный инструмент сводной таблицы, который позволяет, в свою очередь, включать до себя сводные диаграммы и в разы быстрее наглядно показывать данные по эффективности. Сейчас, если вы не написали комментарий, самое время это сделать. То есть, как сделать диаграмму в Excel, сводные таблицы, сводные таблицы и так далее. С вами был Полянский Алексей. Спасибо большое за внимание. До следующей среды. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok